Привет, друзья! Сегодня у нас будет необычный мастер-класс. В гостях у нас Олег Лебедев, замечательный моделист, который расскажет нам о нанесении цемерита на модель. И подопытная кошка у нас сегодня это Пантера. А у них-то Олег волочет еще как. Поехали! С чем мы начнем? Итак, друзья, начнем мы с того, что будем подготавливать нашу модель для нанесения цемерита. А именно будем подготавливать подложку. Значит, чтобы у нас цемерит хорошо держался, нам нужно сделать поверхность шершавой. Для этого мы используем модельный нож и в некоторых местах шкурку. Как мы видим, у нас пластик гладкий. Соответственно, чтобы цемерит, точнее шпаклевка держалась у нас хорошо, мы его немножко так шкрябаем. Много царапин наносить не обязательно. Дальше, так как мы ее поцарапали, у нас образовались такие борозды, мы эти борозды сгладим шкуркой. Шкурка такая ближе к нулевке, да, получается? Тысячная, полутора тысячная? Ну, тысячная. Тысячная пойдет. Можно на самом деле более грубее, ничего страшного. Потому что, по факту, металл не был идеально ровный. Мы подготовили поверхность. Поцарапали, зашкурили. Что дальше? Дальше мы ее грунтуем. Газовской грунтовкой, в данном случае, полтора тысячной. Дальше, так как у нас цемерит будет потом откалываться, соответственно, у нас должна быть определенная подложка. Там у нас будет немецкий грунт. Для этого мы используем красочку от Валехи. Но перед тем, как мы грунтуем, нам поверхность нужно обезжирить. Соответственно, обезжириваю я обыкновенным спиртом с помощью ватных палочек. Помимо какой-то грязи, мы снимаем еще вот эту вот крошку пасмассовую, которая осталась от шкурки. Обрабатываем все щели, чтобы комар носа не подточил, чтобы у нас ничего не отвалилось. Ура! Модель загрунтована. Да, модель у нас готова. Сделана подложка. Дальше мы уже будем наносить цемерит. Для этого используем шпаклевку от Томии. Это шпаклевка двухкомпонентная, индекс 87052. Она у нас долго сохнущая. Сохнет она где-то часа четыре. Это нам позволит исправить какие-нибудь косяки, если у нас появятся. Вот. Или же снять цемерит и опять заново его наклеить. Отлично! Инструмент. Будем использовать вот такие вот ролики. Я не знаю, как это правильно назвать. Пластиковые ролики. Пластиковые ролики, да. Вот это 35-й масштаб. Как раз то, что нам нужно. Вот. И для нанесения нам потребуется вода. Вода нам нужна будет для того, чтобы у нас шпаклевка не липла к рукам. Так же мы будем смачивать данные ролики. Шпаклевку смешиваем так, чтобы у нас получилась однородная масса. Одного цвета. Так как у нас площадь разделена, например, вот здесь вот есть рамка. Здесь есть поверхность ровная, без всяких тяжелых таких вот проявлений на корпусе, скажем так. Соответственно, мы берем там небольшую колбаску и вот так вот ее наклеиваем. Дальше смачиваем пальцы водой, чтобы у нас не было прилипания. И начинаем вот так вот ее размазывать по всему корпусу. Циммерит наносился на самом деле достаточно тонко на технике. Здесь у нас, как мы можем видеть, толстый слой. Соответственно, дальше мы будем толстыми местами срезать ножиком. Делается это очень просто. Мы вот, например, вот разглаживаем ее. И часть у нас уходит вот наверх. Соответственно, мы это потом срежем. И тем самым мы добьемся более-менее нужной толщины циммерита. По-хорошему нужно сделать так, чтобы у нас шпаклевка, как видите, немножко даже просвечивала. Лишнюю часть срезаем ножиком. Мы ее не выбрасываем. Эту шпаклевку у нас пойдет дальше. Дальше в дело. Итак, мы с вами подошли к более сложным участкам на модели. Вот мы видим у нас рамка. Соответственно, здесь пальцем особо так не помнешь. Мы берем зубочистку, смачиваем ее водой. И вот такими удержениями раскатываем нашу шпаклевку. Друзья, как вы, конечно же, успели заметить, мы делаем очень качественный контент на благо нашего моделизма. Поэтому поддержать вашего любимого автора и ваш любимый канал вы можете простым переводом на карту Сбер. Ссылку я оставляю в описании. Любая сумма реально спасет и поможет развиваться и идти дальше. Также я вас очень прошу подписаться на канал, поставить лайк и оставить хороший, добрый комментарий. Потому что все это делает видео более популярным, а ваш канал тоже более популярным. Ну а сейчас продолжаем смотреть. Итак, друзья, мы с вами нанесли цемерит на борт. Излишки мы все убрали. Теперь непосредственно мы наносим текстуру. Берем ролик. Смачиваем нашу поверхность водой. И аккуратненько, ровно продавливаем наш цемерит. И нашу шпаклевку. Соответственно, где-то у нас получилось неровно. И благодаря тому, что у нас долгосохнущая шпаклевка, мы это можем все поправить. То есть можем перезакатать еще раз. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, мы с вами сделали текстуру циммерита. Дальше нам нужно сделать коррекцию. У нас, так как были давящие движения, соответственно, лишнюю шпаклевку у нас где-то местами выдавило, например, на стыке и внизу, вверху корпуса. Соответственно, мы это все срезаем аккуратненько ножичком. Итак, друзья, мы с вами сделали вертикальный циммерит на одной стороне. Вот, он у нас теперь сохнет, он у нас скорректирован по рисунку. Дальше я вам покажу циммерит, который будет у нас, так его называют, квадратный. Это Даннер Бенц завод делал такой циммерит. Вот, для этого нам нужен будет, нужно будет лезвие для ножа. От канцелярского ножа, да? Да, вот, и, соответственно, не нарушая масштабность, не делая большие квадраты, мы сейчас будем с вами делать этот циммерит. Даннер Бенц завод делал такой циммерит. Итак, мы с вами нанесли квадратную текстуру циммерита. Она у нас сейчас будет сохнуть, и корректировать мы ее будем только после того, как она высохнет. Почему? Узнаете чуть попозже. Олег, что дальше? Да, да, всем привет еще раз. Как видите, наступает зима, надо отращивать городу. Вот, что дальше? Значит, мы нанесли циммерит, нанесли шпаклевку, и, соответственно, она у нас высохла. Мы сделали фактуру. Здесь мы с помощью нашего специального шпателя, специального инструмента сделали циммерит. А здесь мы делали с помощью ножа. Но, так как у ножа лезвие достаточно тонкое, то здесь, скажем так, неестественные линии. Мы их сейчас будем дорабатывать с помощью обыкновенного ножичка, делать их более шире. Аккуратно мы вот так вот прорезаем эти линии. Соответственно, они у нас углубляются и становятся более ровными. Олег, ты достаточно исцарапал пантеру? Да. Сколько пантер ты исцарапал в своей жизни? 25. Что, серьезно? Абсолютно. Абсолютно. 25 пантеры сцарапал? Да. Аплодисменты этому молодому человеку. Давайте продолжим. Значит, мы прочертили ножичками вот эти вот каналы между этими кубиками. Видим, видим, да. Достаточно наруто смотрится. Чтобы они были более естественные, неоднородные. Соответственно, сама шпаклевка, она у нас гладкая. Да. Сама фактура циммерита, она была более шершавая. Поэтому мы сейчас будем ее корректировать с помощью вот томической шпаклевки и растворителя. Смешали шпаклевку томи и растворитель. Растворитель у нас вот этот, да? Да. Очиститель для аэрографа. Краф. Вот так, жестко. Да, можно его использовать. Погнали. Значит, точечными движениями вот так вот мы делаем так называемую фактуру циммерита. Более шершавой. Живой ведь циммерит, я так понимаю, тряпкой просто, да, какой-то там промакивали, чтобы он был шершавым. Это же цемент. Сам по себе, да, он по фактуре как цемент был. Гипсово-цементная смесь. И он не был ровным, не был гладким. Да, кайфово получается. Дальше мы что делаем? Дальше нам можно, в принципе, нанести повреждения, но смирить. Ага. Это можно делать сейчас, до покраски, можно, в принципе, делать и после покраски. Ну, покажи, как это примерно выглядит. Это делается очень просто. Ножечком тихонько так вот отколупываем. Ну, вот именно шпаклевку под засохшую уже, да? Главное, без фанатизма, потому что большими пластами он, если только, если не был памятником, цемерит не отрывался. Памятник цемеритов. Да. Вот. То есть ты с уголка, получается, цепляешь? Да, с уголка цепляем. И прямо до самой до звезды, там, прямо от клопа. Да, прямо до мяса. Олег, огромное тебе спасибо за эту чудесную работу. Я надеюсь, что нашим подписчикам станет понятнее, как работать и как изготавливать качественный цемерит. Твои ощущения? Отлично. Все понравилось, все получилось. Если у вас какие-то будут вопросы, пишите в комментариях, отвечу. Обязательно, да. Оставляйте обратную связь. Также подписывайтесь на канал. И не забывайте о том, что у Олега есть прекрасный магазин Модельный Маркет, где много вкусной вкуснятины. Например, тот же самый Voyager, которого практически нигде не достать, можно найти в магазине Модельный Маркет. Ссылку оставляю в описании. Будьте здоровы и до новых встреч. Всем пока.